Московская международная книжная выставка «Ярмарка» 2018, 6 сентября, четверг, день второй. Уважаемые читатели, дамы и господа, всем добрый день. Мы начинаем нашу работу на стенде издательства «Молодая гвардия». И сейчас поговорим сразу о двух книгах, новинках серии «Жизнь замечательных людей» Павел Судоплатов и Конон Молодый. Рядом со мной автор этих книг, известный историк разведки, лауреат литературной премии «Служба книжной разведки России» Владимир Антонов. Владимир Сергеевич, еще раз добрый день. На прошлой выставке мы с вами презентовали вашу книгу «Эйтингон». Прошел год и за отчетный период уже сразу две книги. Как строилась ваша работа? Писали ли вы их одновременно, параллельно или все-таки одна с другой по очереди? Добрый день, дорогие товарищи. Очень рад с вами снова, в очередной год, в очередной раз с вами встретиться здесь. Ну, во-первых, сразу хочу сказать и поблагодарить издательство «Молодая гвардия», поблагодарить в том, что это издательство, наше любимое и известное издательство, откликнулось на замечательную дату, ну, для нас, может быть, замечательную дату, для сотрудников внешней разведки, которого будем отмечать через полтора года. 20 декабря 2020 года исполнится 100 лет службе внешней разведки Российской Федерации. 100 лет внешней разведки нашей страны, служба внешней разведки является правоприемницей первого главного управления ПГП и разведки Советского Союза. И, если вы обратили внимание на, так сказать, календарь и, так сказать, выпуск книг «Молодой гвардии», в серии «Жизнь замечательных людей» уже прошли несколько книг о наших выдающихся разведчиков, по Киме Филме, по Александру Городкове, по Лягине, вот, и мои вот три книги, которые уже вышли, а сейчас уже готовится, ну, практически уже она готова, наша обложка, я себе видел красивую. Сейчас выходит «Кеплевская пятерка», а у меня в плане написания книги о замечательном советском разведчике-нелегале Якове Серебрянскому. Так вот, эти книги, так сказать, выходят в связи с предстоящим замечательным событием. Ну, и несколько книг, по сути дела, были посвящены событию, которое произошло в прошлом году. 95 лет создания советской нелегальной разведки. Вы, наверное, кто интересуется этой тематикой, обратили внимание, наверное, что в прошлом году у нас президент был Российской Федерации, у нас шаг в квартире в связи с 95-летием. Если говорить о этих двух книгах, они, конечно, объединены чем-то, потому что и первая книга «Коннин Молотый», и вторая книга «Судоплатов» это рассказ о двух замечательных наших разведчиков, притом разведчиков-нелегалов. Но дело в том, что, так сказать, на начальном, так сказать, этапе, ну, первом, на довоенном этапе деятельности нашей службы нелегальная разведка выполняла, так сказать, два направления было разведчиков-нелегалов. Были разведчики-нелегалы, которые работали за родители чисто, вот как Контрофимич Молотый, чисто, как сказать, с целью добывания интересующих Советских Союз, нашу страну, информации, научно-технической, политической, военной, стратегической информации. А для этого они работали просто, ну, искали источники, дружили с ними, получали информацию. Но было и, так сказать, другое направление нелегальной разведки. Особенно дело выделенная разведка в разведке, это то, чем занимался судоплатов, чем занимался научанием, как и столица, в пути свою Серебрянский. Это, так сказать, особый отдел или особая группа, или специальная группа, особая группа специального назначения. Это разведчики-нелегалы, которые выезжали на работу за границу, но они решали совершенно другие задачи. Так сказать, конкретно они собирали, если есть информацию, но они решили конкретные задачи. А задачи в то время были довольно-таки серьезные, потому что наша страна боролась не только с внутренним врагом после этой революции, но особенно боролась с внешним врагом, с теми, так сказать, организациями, которые считали необходимым провести реставрацию в России и вернуть то, что было в 18-м году. Вот эти, поэтому девы книги, по счете дела, по нелегалам, ну, нелегалам, немножко, так сказать, выполняющие разные задачи. Поэтому я бы разделил их, если вопросы будут, то отдельно, так сказать, по конному графику, и вот сюда платят. Вот. А так, вот эти две книги были написаны в этом году, потому что, в принципе, раньше я писал о них почерки в отдельных, так сказать, сборниках почерков по разведчикам. Я интересовался этими людьми, а потом я в течение, вам честно, так сказать, признаюсь, в течение 8 лет был начальником кабинета истории, музея, в разведке, после того, как я закончил свою оперативную работу, и я поработал в пресс-службе, а потом меня назначили начальником кабинета истории. Так называется у нас музей. Мы музеем назвать не можем свой зал истории. Почему? Потому что музей предполагает, что регистрацию в Министерстве культуры, так сказать, посещение и отчеты перед Министерством культуры, а у нас закрытая территория, музей на закрытой территории, там только бывают люди, которые допущены вообще к нам в штаб-классе. Наш музей, он специализируется в основном на том, чтобы дать молодежи знания по нашей истории и рассказать молодежи о замечательных путешествиях, с которыми они должны, в принципе, брать пример в своей работе. Вот поэтому, Владимир Сергеевич, такой у меня вопрос. Понятно, что Эйтингон и Судоплатов были связаны и тесны. А были ли какие-то взаимоотношения у Судоплатова и Эйтингона с молодым? Пересекались ли? Нет, конечно. Нет, можно сказать, можно сказать, что они, есть у них самое, так сказать, главное. Они все похоронены на Донском кладбище. На Донском кладбище как бы мемориал выдающихся советских разведчиков. Так они по возрасту не подходят. Судоплатов был арестован в августе 1953 года, а Гоном, молодой, выехал в командировку только в 1954 году. А в это время готовился к командировке, естественно, они нигде не пересекались. Эйтингон в это время тоже был арестован и вышел. Гоном, молодой, скачался, а Эйтингон вышел с начисленной почвы. Поэтому нет, они только принадлежат к одному подразделению нашей службы. Ну что ж, тогда предлагаю перейти сначала к Судоплатову, разведчику поистине легендарному, гениальному руководителю разведки, гроссмейстеру разведки, как вы его называете. Вот вы уже сказали о его аресте в 1953 году. Был арестован как пособник Берии, его обвиняли в попытках государственного переворота. Была ли хоть какая-то доля истинная в этом обвинении? Нет, конечно, не было. Голосов, ну его обвиняли не только, что он пособник Берии, его обвиняли и в том, что он готовил государственную переворотку. Это ерунда, конечно, потому что, ну, надо сказать, что и перед войной, в период, так сказать, такого активного периода репрессий. Репрессий, кстати, от репрессий сами разведчики, так сказать, пострадали не меньше, а может быть больше, чем другие, так сказать, категории сотрудников, сотрудников органов государственной безопасности. Перед войной был такой период, когда мы не могли направить в центральные органы в течение 120 дней никакой информации, не потому что резидентуры не работали, резидентуры работали очень хорошо, а у нас в центре не было людей, которые имели право подписать эту информацию, которая направлялась в инстанции. Вот, то есть пострадали не меньше, но, но, конечно, это была война, война была, я имею в виду, внутренняя война, непримиримая война между отдельными группировками. Второе, конечно, особенно в первой, так сказать, попытку арестовать Синоплатова накануне войны в 38-м и 39-м году, там, кстати, я привожу в книге, рассказываю о выступающих на партийном собрании, когда его хотели исключить из партии, а тогда исключение из партии предполагало уже не исключение из системы, как таковое. С последующими, так сказать, событиями ареста и все прочее. Вот, это была и зависть, потому что он, молодой парень, великолепно, так сказать, выполнувший свои задания из-за границы, приехал и получил, так сказать, продвижение по службе, очень серьезное. И даже, будучи, так сказать, фактически я работаю в центре, в течение полутора месяцев даже возглавлял внешнюю разведку, было и зависть, и разные, так сказать, ну, не всех же друг друга любят, потому что у всех есть друзья, а есть любимые друзья, а есть нелюбимые друзья. Во всяком случае, во всяком случае, я пытаюсь показать в книге то, что Судоплатов осужден был, безусловно, не за что, что он стал жертвой обстоятельств, обстоятельств, но он мужественно выдержал все, он мужественно, тот же вот Церебрянский, я тоже сейчас вот не был, если бы больше половины уже написал, и вот он сидел в тюрьме, его приговорили к смертной казни, он ждет, так сказать, приговора, в это время пишет учебник о нелегальной разведке, где рассказывает о том, что только преданный человек, преданный своей партии, преданный своей профессии, преданный органам государственной безопасности может пройти на самопожертвование для достижения задач, которые перед ним поставили. Это все дело. Точно так же, отбывая наказание в Олимпирском централе, и Тенгун, и Судоплатов писали учебные пособия. Точно так же они, так сказать, высказывали, но писали ряд, так сказать, предложений конкретных по решению тех или иных оперативных задач, которые стояли, они считали, и они действительно стояли. Перед разведкой они считали из прессы, так сказать, включая. Люди анализируют, читают международные события, разведка должна заинтересоваться этим, и они с Тенгуном и Тенгуном судоплату писали предложения свои в органах государственной безопасности, находились в тюрьме. Эти предложения принимались, приезжали к Семе, советовались, и, так сказать, они способствовали выполнению этих заданий. В 1953-1958 годах судоплатов находился в Ленинградской специальной психотерической больнице, пишут, что стимулировал помешательство. Правда ли это? Ну, это, да, это действительно так. Он находился там, ему подсказали друзья, что или тебя сразу, сразу ты, так сказать, трудно тебе будет. Поэтому можно именно по, так, стимулировать некоторые, так сказать, отклонения, отклонения, ты немножко, так сказать, оттянешь, оттянешь вот период, когда тебя поместят в тюрьму. И он действительно, ну, он не должен, там, психиатрический больнице, который пробежал в Ленинграде не так долго в лечебнице, он находился там в тюрьме. А потом был переведен для принятия решения вот куда-то в посту. Из тюрьмы он вышел в 68-м году, затем начался такой период писательской деятельности, отбивался своей реабилитацией, писал книги совместно с сыном. Насколько вот эти книги послужили важным источником для вас? Я вам скажу, он, когда вышел... Здравствуйте. Меня слышно? Да, конечно. Все нормально, все слышно. Все работает. Я вам скажу, здесь вы немножко смешали, так сказать, все в одну кучу. Когда он вышел из тюрьмы, ему где-то надо было работать. И он действительно работал. Сперва он работал... Сперва он работал... Вы знаете, все международные отношения, оно, кстати, здесь представлено. И оно... Я с международными отношениями сотрудничаю. Они гордятся тем, что в свое время у них работал судоплатов. Работал он переводчиком. Переводчиком. И Синбут там работал тоже переводчиком. Работали переводчиками. Потом он... Работал... Начал, так сказать, вместе с... С писательницей. Я об этом рассказываю. Они вместе стали писать, так сказать, воспоминания, повести, рассказы. А вот то, что вы говорите, то, что он написал вместе с сыном Анатолием, он написал там, по сути дела, книга-то одна. Она состояла из двух частей. Это потом издательство ее стали так тиражировать под разными наименованиями книжка. Это они написали уже в последние годы его жизни. Тогда, когда рухнул Советский Союз. Тогда, когда сняты были некоторые, так сказать, ограничения по времени, рассекреченные материалы. И он тогда написал... Воспоминали. Ну, я скажу, что... Разведка и Кремль это практически его рассказ, записанный и обработанный его сыном Анатолием. Потом, вы знаете, наверное, что... Еще вы говорили, вы шли книги некоторые и все докладали. Ну, там немножко, так сказать, ссылки на него, но они там не совсем корректные. Валент Сергеевич, а вы были знакомы с сыном? Да, конечно. Конечно. Я вам скажу, это замечательный человек. И... Когда вот начали писать... И... Да, и мы многие обижались, когда начали писать... Когда стали рассказывать о Судоплатове, вдруг появились и в газетах, и в журналах. Вот арестован, как Сатрам Берии и все прочее. Никогда, так сказать, Сатрама Берии и Человека Берии не было. Ну, как бывает, когда открывается что-то новое, начинают рассказывать. Сейчас вот есть такие издания, я журнал, я не знаю, где они издаются. Здесь, в Москве или в Санкт-Петербурге издаются. Там Тайна XX века, современные истории. Сейчас они почему-то тоже стали в каждом номере практически писать по разведке. Ну, там очень часто попадаются, я бы сказал так, некорректные сведения почему-то появляются. Хотя много уже исправочеков есть. Очень хорошие, очень хорошие книги, некорректные книги Долгополова и сотрудничает он с молодой гвардией и с Эксием Шасселем. Очень интересная книга, конечно. Вот здесь выверено, но у меня я некоторые вещи, конечно, упускаю. Почему? Потому что даже в книгах моих друзей есть, когда я знаю, что они конкретно с человеком не разговаривали, а когда разговаривают например с женами или с друзьями или с сыновьями, иногда попадаются такие вещи, которые мы подтвердить просто, опровергнуть мы можем, но подтвердить мы не можем. И что это действительно так было. А я скажу, что я не имею права, так сказать, я не буду. Я честно вам скажу, что я пик согласовываю с определенными нашими подразделениями. Во всяком случае с активными подразделениями обязательно, чтобы не появилось и не нужное. У нас сейчас нет, если мы говорим например, о человеке, который в 70-м году скончался, есть конкретные конечно тайны, которые до сих пор не раскрыты, которые и через 50 лет еще, через 100 лет после его скрыты не будут раскрыты. А есть какие-то эпизоды, которые они должны или подтвердить, или опровергнуть. И мне действительно так говорили Владимир Сергеевич. Вот это вычеркли, потому что это вранье. я разговаривал с кем и сказали, где было этого и не могло быть. И действительно мне доказали, что этого не могло быть, и я причем был. Поэтому в принципе осталось много вредня, я думаю, в моих не отца. буду так. Иногда хочется сказать вот такое интересное, но почему бы нет. Ну, а получается так. Я только допомню, что уникальный фраз «Лугопол» в субботу у нас будет на стенде расписание, можно посмотреть газету «Вселенная Жизел», которая здесь лежит. Владимир Сергеевич, последний вопрос по Судоплатову мой. Что за приложение книги? Несколько слов можно? Что вы имеете? Ваша книга о Судоплатове заканчивается рядом в приложении. Вот что там за материал? Расскажите, пожалуйста. во-первых, я постарался первым дать некоторых коллег Судоплатова, коллег Судоплатова, которые вместе работали, которые повлияли на его так сказать дружили с ним и повлияли на его какие-то события рассказать. во-вторых, во-вторых, некоторые, так сказать, я всегда даю, например, перечень и считаю обязательно давать вот о людях, которые работали перед войной или во время войны, обязательно давать справочек, например, перевод званий специальных, потому что вот в одной из книг не так давно там так напутали и подполковники госбезопасности вдруг появились и комиссары и все прочее. Я даю обязательно грехосавица и Цингона, и Судоплатова, и Серебрянского, потому что Серебрянская это такая старший майор госбезопасности. А что это такое старший майор? А это ни много, ни мало. Это генерал-майор вооруженных сил. Или лейтенант госбезопасности. Лейтенант это капитан вооруженных сил. То есть привожу предложения вот эти. Потом людям надо знать как назывались читатели, надо знать как назывались органы государственной безопасности и их подразделения в определенный период. Когда они были НКВД, когда НКГБ, потому что в самом тексте идет то НКВД потом НКГБ, потом НКГБ, потом снова НКВД. Поэтому я привожу обязательно таблицу перехода, переименований этих кодов государственной безопасности. В общем, заключается приложение практически ко всем кабинетам, которые едят. Понятно. Спасибо. Владимир Сергеевич, теперь к молодому предлагаю перейти несколько вопросов по нему. Да, пожалуйста. Все успеем. Каким образом молодый десятилетний мальчик покинул Москву и в 1332 году оказался в Сан-Франциско? Дело в том, что действительно в то время тяжелая жизнь была в Москве даже у сотрудницы научно-исследовательского центра медицинского, которым являлась его мама. А у мамы осталось двое детей. Десятилетний сын и четырнадцатилетняя дочка. А папа скончался в 27-м году. Нет, в 27-м году скончался. Был, конечно, он ученый замечательный, выдающийся ученый, но он был еще и организатор именно публицистики научно-технической. Один из создателей полистистики научно-технической. Себе желать тяжело. А у мамы Конона, они, кстати, все были и Конон, и Трофим. Конон, Трофим, Конон. А почему так? Ну, как-то у них в семье повелось по линии отца. у папы Трофима был, то есть дедушка многолодого папа, папы, да, был Конон. А у того Трофима вот так как-то передавалось. Вот. А у мамы Конона было две сестры. Одна жила, давно уехала, ну, сразу после революции уехала в Штаты, вторая была во Франции по верению. Вот. И сестра приехав сюда, как-то, ну, так сказать, увечая свою сестру из Штаты, она предложила взять детей на несколько лет просто для того, чтобы облегчить немножко им жизнь. Во-вторых, во-вторых, чтобы ребята освоили язык, побывали в других, так сказать, в другой стране. Сестра Конона отказалась ехать, а он согласился, как потом сам сказал, мне предложили велосипед, и я согласился, он 10-ти классный. Да, 10 лет мальчику. Ну, он уехал. Он там был 6 лет, ну, почти 7 лет. Потом вернулся, тогда, когда она была заканчивать школу, школу он решил заканчивать в Москве. Но это как-то предопределило его дальнейшую разведческую деятельность, можно так сказать? Ну, первое, что, конечно, это человек, выдающийся человек, сам по себе, сам по себе. потому что, если вот кто-то прочитает эпизод, хотя бы взять один, когда он посетил наш завод, и когда он увидел, как у нас работали, и потом на встрече с товарищами сказал, я вообще-то был в Англии бизнесменом, и если бы вы так у меня работали, я бы вас всех выгнал в Англии. А если вы мне дадите этот завод за месяц, я его подыму, он будет лучше. Но так работать, как вы работаете, нельзя. Ну, правда, после этого его на встрече с рабочими заводами больше не посылали. Потому что его заявление вот это на встрече было встречено бурей, шквалом, аплодисментом. Ну, посмотрел, как у нас работают, и работают на заводах, мы не знаем. Но дело в том, что он, конечно, получил, освоил очень нормально, как родной язык, притом английский язык с американским или с канадским акцентом, это кое-что значит. Но вообще он был талантливым, ведь, смотрите, человек, который стал учиться в институте на юридическом факультете, я обращаю внимание, на юридическом факультете финансовой академии. И ему дали китайский язык. Так он его так за эти пять лет выучил, он же занимался другими, он и гулял, он был нормальный мужик, который, так сказать, и время проводить любил в компаниях, и гулять, и занимался спортом, и всем прочим, но он выучил китайский язык так, то есть он в него пошел, что на последнем курсе он начал писать вместе с деканом и старшим преподавателем учебник китайского языка. Этот учебник китайского языка, который автор, который у нас есть, и у меня он есть, поэтому учебнику до сих пор учатся студенты, изучающие китайский язык. Самое трудное для него было, как он отмечал, потому что в Лондонском университете он тоже пытался изучать китайский язык. Самое трудное ему было это, так сказать, показать, что он его не знает. И вот видите, сложилось. Во-первых, побывал за границей с детства впитал. Что я имею в виду? За границей мы все бывали. И подолгу, и впитываются часто, так сказать. То есть он изучил язык. Я говорю, язык, я еще раз подчеркиваю, именно с американским концентом для разведчика директора это очень здорово, потому что можно варьировать свободно. легендой прибыльцей. Павел Сергеевич, через это мне как раз вопрос. Удалось ли что-то узнать про настоящего канадца Гордона Лонсдейла, который погиб около 1843 года? Ну, это вы знаете, вообще-то это ерунда. Честно, вам сказать. Все неправда, да? Не так же? Дело в том, что я же в книге написал, что даже его, так сказать, сын, отца вызвали на суд, пригласили отца. Дело в том, что вот Гордон Лонсдейл были мама, папа и Гордон Лонсдейл. Они развелись. Они развелись. Папа уехал в другую страну, мама осталась там, и мальчик остался там, потом мальчик действительно погиб и все. А легенда подобрана была именно мальчика. И папа, и мальчика видел до полутора лет. И когда его пригласили и там подняли всех его наспех на суде, потому что его задают вопрос, вы узнаете сына своего? Как я его могу узнать? когда его видел всего когда его был один год всего лишь отрождений. По сути дела. Ну а остальное это уже детали, так сказать, подготовки или нет прикрытия отрождений. Это я просто не буду отдаваться. Во всяком случае так сказать еще речи где-то где-то о взрослом Лонсдейли до 43-го года. тем более они-то удивились в принципе и даже и по легенде наверное если он сам родился в 22-ом году то по легенде наверное но 23-й, 24-й год такого не могло быть просто. Владимир Сергеевич Молодый был удивительно обаятельным общительным человеком раз ему удалось так зарекомендовать себя такие связи нужно завести. Ну он действительно был общительным человеком и он действительно был душой всегда душой компании я много разговаривал и встречался с людьми которые его хорошо знали которые его хорошо знали которые были в одной компании с ним мало того у меня есть друг селон Кузьмич который вот несколько здесь изданий есть которые выпустили его книгу Судьба разведка и все прочее Селон Кузьмич Радчин мой старший коллега очень хороший человек я помогал ему создание его книжки он с ним учился вообще в одной группе и мне много рассказывал к сожалению узнал я об этом поздновато я его очень давно знал но то что он был учился в одной группе с молодым я узнал после того как книга вышла я бы конечно здесь написал бы еще так сказать воспоминания молодого как о человеке потому что всегда в таких книгах не хватает вот рассказа о этих людях как о людях хорошо вот у судопадов есть и дети были которые вспоминали о том какие вам что они делали на даче как они проводили время с гостями вот и тенгона дочка и сын тоже рассказывали а так сказать вот сейчас сейчас я тоже с этим столкнулся что с серебрянским сын есть и слава богу потому что он расскажет много интересных вещей именно домашних ведь нас интересует о разведчике как такового сколько написано мы только можем так сказать дать некоторые конкретные вещи что он сделал конкретно для нашей страны а нас то больше интересует именно человек что он был за человек какой он был в семье какой он был в другом семье вот и к сожалению вырос что раньше конечно бы все посвящали выспросил бы все но уже книга вышла может быть когда-нибудь дополнительное секунду конечно можно рассказать будет а вообще его все любили я привожу в книжке сразу просто хотел здесь сразу сказать привожу в книжке стихотворение посвященное которое дописал мой товарищ а там В.А. надо вам по-другому сказать потому что В.А. я сам В.А. Владимир написал одно шестистинше если выкупать то это стихотворение вообще относится на так сказать на мушку и так сказать песню посвященную молодому потому что там заканчивается что товарищ Бен с нами шагает вперед и сами работают сейчас В.А. Сергеич что-таки о вкладе укрепления безопасности нашей страны какую информацию передавал молодые молодые здесь можно сказать одним словом огромные огромные и не забывайте что дело молодого я имею ввиду тюремное дело так сказать судебное дело как оно называется портлинское дело а что такое портлин портлин база американских и натовских подводных а мы благодаря так сказать молодому знали все об этой базе это первое второе в принципе знали все о так сказать террористом химическом оружии которое на другой так сказать базе в Англии разрабатывалось и сейчас разрабатывается если вы знаете что было если о Филбе было сделано заявление одного из контрразведчиков американского что все что передал Филбе Советский Союз то что мы делали в течение десяти лет лучше бы мы этого ничего не делали потому что все было получено эти же слова можно отнести и к молодому что в принципе все что было секретного в стратегическом плане в оперативном плане в военном плане в то время в Великобритании мы практически все знали то что нам нужно назвать а потом не забывайте что там не только молодые 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 просто молодые он есть молодые а он говорил о других мы не делали просто Владимир Сергеевич при каких обстоятельствах он был разоблачен ну это беда всех так сказать ведь посмотрите это беда всех разведчиков нелегалов в принципе разоблачение нарез в результате предательства я не помню ни одного я еще раз напоминаю что я все-таки почти 10 лет был так сказать возглавлял кабинет истории поэтому в принципе историю я практически знаю во всяком случае не в деталях а в общих чертах я не помню чтобы у нас были провалы по вине разведчиков говорят так что разведчик становится известным только тогда когда о нем заговорили то есть только тогда когда он провалился это неправильно и неверно потому что некоторых разведчиков мы они не проваливались а мы их открывали сами ну могу даже сказать да то есть мы их сами открывали ну во-первых для того чтобы не говорили чтобы об одних и тех же об одних и тех же люди вот квартанян они нигде не проваливались квартанян муж и жена Куар Леоновна и наш дорогой Жорг Андреевич и вот да и вот вот они нигде Алексей Михайлович Козлов герой так сказать Российской Федерации его предали его предали да его арестовали он сидел в камере смертников в течение года каждые пятницы выводили газ справа слева открывались люки и падали а его брали и забирали в течение года предали но после этого поработав когда его мы обменяли а его обменяли на 11 человек в юар он сидел после этого когда он вернулся в центр и поработал в центре несколько лет он снова уехал за границу и поработал там еще 15 лет и получил уже сейчас вот нашу нашу то есть не в 2002 году получил послание героя российской федерации то есть а мы его открыли рассказали потому что ну нужно же показывать что разведка работа нет правильно вот мы белорусов открыли наших замечательных то есть они никогда не проваливались работали христианчик потихонечку открываем я думаю что накануне столетия откроем еще некоторых наших то есть миру знают о достижениях так сказать наших замечательных разведчиков которые работали за границей да а в основном остальные это конечно вот в том числе в том числе Конон Кракимович Молодый он был предан предан был одним из руководителей Голиневским это один из руководителей поиски разведки вы же знаете период вот так сказать дружбы социалистического лагеря и все прочее мы проводили самместные так сказать мероприятия Голиневский возглавлял очень важное подразделение разведки поиски и привлекался нами для решения тех или для корпоративных задач он знал о том что есть портлинг и утечка о том что мы получаем практически все документы когда он убежал он сказал об этом американцам американцы сообщили англичанам а англичане начали искать и нашли также фишер который Рудольф Абин я все время я так сказать выступаю за то что пора уже сказать товарищи фишер Рудольф Абин это замечательный разведчик кстати сотрудник судов Латрова блестящий разведчик но он всего лишь друг фишера а разведчик и легал фишер ну как пошло у нас вот назвали его как он назвался сам он то ясно назвался чтоб мы поняли потому что разведчик и легал когда его арестовали мы можем его на многие годы потерять не вышел он на чередную встречу запастая запастая не вышел через полгода сто через полгода и все где-то его пропускать он назвался для того чтобы в Москве поняли говорит Абин какой Абин когда Абин вот вот Абин значит где-то сразу поняли кто был действительно схвачен он тоже был предом и хамином своим этим подполковником радистом которого он прислали то есть в принципе о них узнают узнают но слава богу сейчас не очень много предательств я не имею винов что последние которые были но об этом я даже говорить говорить не хочу спасибо уважаемые читатели если есть у вас вопросы вопросов много я чувствую я маленький вопрос а откуда вы знаете что сейчас у скажем так у Запада есть вы сказали что у них есть химическое оружие вы сами сказали нет я оговорился я имею ввиду что была была лаборатория лаборатория в Англии которая разрабатывала бактериологическое оружие я сказал химическое я оговорился извините именно там оттуда мы получали материалы которые передавал дом прохим человеком я оговорился действительно что делю вас уважительно в благодарность с судоплатом лемуаром вы говорите что может между прочим я о нем уважительно очень уважительно постарался написать и судоплату я в книжке и в книжке и тингон кстати от шпигельглаз с на конце я об этом сам узнал у меня тоже было шпигельглаз как раньше писали но дело в том что один журналист написал к нам письмо и сказал я был на домском кладбище и говорит вот это мраурное мраморное так оно называется которое закрывает очень в плохом состоянии что же вы допустили поехал я туда смотреть действительно она просто внизу в самом и грязное отбанное ну сделали покрасили золотом покрыли все и попросил говорю а почему там кинотав шпигельглаза да там пустой то есть только надпись вот ну жена и дочь и у всех зе шпигельглаза вот я попросил они показали мне серокопию паспорт да у всех родственников шпигельглаза поэтому я скажу что это один из специалистов великолепных специалистов один из специалистов именно разведчиков который очень многому научил наших так сказать разведчиков и нелегалов первого поколения вот передал кстати как раз он и посоветовал судоплату чтобы тебя немножко потянуть чтобы понять что от тебя хотят потянуть вот притворись так сказать кто ты не кушаешь кто у тебя болит там именно он ему это посоветовал к сожалению вот первое поколение этих разведчиков я бы сказал замечательных людей у нас в службе внешней разведки есть мемориальная доска я о ней писал поэтому могу и сказать сейчас вот сто лет вот-вот будет а на этой мемориальной доске всего лишь 75 фамилий всего лишь 75 фамилий то есть это лучшие из лучших вот среди них есть так сказать молодые и шпигель глаз есть есть и серебрянский то есть это люди которые которых мы предлагали издательству так сказать выпустить одни книги потому что я сразу сказал а кто такой серебрянский а мы его не знаем нам надо было сказать кто это такой и что значат эти люди может быть когда-нибудь выйдет книга я же перевел настоящее спасибо давайте еще один вопрос если можно коротко будем закрепляться и скажите пожалуйста про фильм мертвый сезон мы в владельникова представляем себя как он молодый насколько соответствует образ мертвый сезон но дело в том что конечно писалось писалось по нему и он сам был почему у нас а нелегалов ну до недавнего времени до времени так сказать это до 2000 года будем так обрежем вот или до событий некоторых о нелегалах практически ничего не говорили и знали-то мы о нелегалах только только по серийным кинофильмам и по многосерийным фильмам ведь когда вспомните мы тоже с вами не молоденькие вот которые дети сейчас ходят вспомните когда 17 мая не везли первые там на улицах никого не все сидели и смотрели а мне кажется почему удачно так все было и владельникам и этот подвиги разведчика до сих пор у него дети играют и смотришь думаешь как же как же такое совсем по-другому поставлено вроде бы вот почему потому что консультанты там были разведчики если 18 мая не везли консультантами были там Камаева и Филоненко Камаева рассказывала о том как она рожала именно вот именно вот я вам скажу Серебрянский когда ему делали аппендицит он потребовал за границей в штатах ему делали он потребовал чтобы делали афпендицит под местным наркозом а тогда афпендицит под местным наркозом не делали вот так когда уже завершилось он пришел в себя там все переполошились в полиплинике он так зубы сжал что они подумали что он там язык или прикусил или откусил его раскрывали рот потому что он так сжал перед тем как уйти на наркоз для того чтобы не сказать никаких слов то есть ну это я отвлекся а вот хорошие были консультанты тот же самый консультант Тон Трофеевич Володин был консультант и рассказывал поэтому постарались они даже вот они даже внешне-то похожи а? Ванионис да Ванионис и он внешне-то похожи даже Валерий Сергеевич просит нас заканчивать увы на этом да нет уважаемые читатели давайте поаплодируем Владимиру Сергеевичу и перейдем к автографам надо еще успеть вот эту часть провести может быть вопросы в частном порядке зададите спасибо